Садыр Жапаров родился в селе Кенсу из Сык-Кульской области Киргизской ССР, где он родился 6 декабря 1968 года. Его отец родился в Китае, где получил профессию бухгалтера, но, вернувшись на родину, трудился в совхозе, пас скот, рубил лес. Мать ухаживала за овцами. У Садыра было 10 братьев и сестер, наследнику приходилось помогать родителям по дому и хозяйству. В школе воспитанника характеризовали как упрямого и целеустремленного. Ученик занимался футболом и после общеобразовательного учреждения продолжил обучение в столичном институте физической культуры. В молодости, отслужив в рядах советской армии в городе Новосибирске, Садыр вернулся в ВУЗ. Окончив университет с отличием в 1992 по специальности тренер, Жапаров до 1995 работал в хозяйстве Сантаж. С 1996 будущий политик перешел на должность заместителя председателя крестьянского хозяйства Салтанкул. После он возглавил фирму, занимавшуюся поставками бензина, а затем основал нефтяную компанию Нурнефтегаз в городе Балакчи. Параллельно Садыр Жапаров получил еще одно образование, заочно отучившись на отделении юриспруденции Киргизско-российского славянского университета имени Бориса Ельцина. В 2005-м уроженец СССР начал карьеру в политике и был избран в Национальный Верховный Совет Жагорку-Кенеш однопалатный парламент. Во время массовых акций протеста, известных как Тюльпановая революция, поддержал пришедшего к власти оппозиционера Курманбека Бакиева. В дальнейшем парламент был досрочно распущен, и Жапаров выдвинулся на новый срок уже от партии Бакиева окажел «Светлый путь». Однако от мандата политик отказался, став советником президента. Также Садыр Нургажоевич возглавил государственное агентство по борьбе с коррупцией. Позднее, во время новой, дынной революции, Курманбек Салиевич потерял должность главы страны. Выпускник Института физической культуры вновь выдвинулся в парламент, на этот раз от движения от Ажурт, возглавляемого Камчебеком Ташиевым. По прошествии времени Садыр Жапаров с Ташиевым выступили организаторами акции за возвращение в собственность государства месторождения золота Кунтер, обвинив управляющую канадскую компанию Сентера Голд в загрязнении окружающей среды и коррупции. В ходе митинга за национализацию рудника участники попытались штурмовать Бишкекский Белый дом. Инициаторов задержали и обвинили в попытке государственного переворота. Камчебеку Кадершаевичу и его соратнику было назначено наказание в виде одного года и шесть месяцев лишения свободы, при этом они объявили себя политзаключенными. В июне 2013 суд пересмотрел приговор, выпустив политиков на свободу. Жапаров назвал это торжеством справедливости и отличной работой гражданского общества в стране. После выхода на свободу Садыр Нургажоевич продолжил отстаивать свои интересы. Беспорядки, связанные с Кунтером, не прекращались. В Иссык-Кульской области митингующие пытались взять в заложники губернатора Эмилбека Каптагаева. По мнению Комитета национальной безопасности, будущий президент финансировал акцию и отдавал распоряжение по телефону. Затем Садыр Нургажоевич спешно покинул страну, четыре года прожив в эмиграции, в России, на Кипре и в Польше. В марте 2017 Жапаров вернулся на родину, но его задержали при пересечении границы. За попытку захвата заложника суд назначил активисту 11,5 лет колонии строгого режима. В начале октября 2020 в ходе очередных протестов сторонники вызволили заключенного из тюрьмы и привезли в Бишкек, где он выступил на митинге. Состоялось срочное заседание Верховного суда, который отменил приговор осужденному. Под давлением депутаты экстренно назначили оппозиционера главой правительства Киргизии. Спустя время руководитель республики Саромбай Женбеков покинул пост. Право исполнять обязанности главы государства должно было перейти к спикеру парламента, но Канадбек Исаев от него отказался. Далее полномочия на себя временно принял Садыр Жапаров. После назначения даты выборов президента он сложил с себя власть и зарегистрировался кандидатом на руководящий пост. В предвыборной агитации претендент неоднократно взывал к традиционным ценностям, предлагая создать раздел о них в Конституции страны. Вместе со своим штабом гослужащий высказывал мнение о необходимости сформировать высший орган управления, народный Курултай. Однако состоявшийся конституционный референдум определил форму правления в стране как президентскую республику. На выборах 10 января 2021 года Садыр Нургажоевич, представлявший националистическую партию Микенчил, получил свыше 79% голосов избирателей. В своем обращении Жапаров пообещал положить конец коррупции, криминалу и бюрократии в Киргизии, при этом не повторяя ошибок прежних властей. Лидер нации женат на Айгуря Санбаевой. Она окончила медицинское училище и педагогический факультет Киргизского государственного университета имени Ишинала Арабаева. Будущие супруги жили в соседних деревнях и познакомились в поездке на природу. Садыру Жапарову тогда исполнилось 23 года, а Айгуль была на 5 лет младше. После трех лет отношений пара заключила брак. Вскоре семья обзавелась детьми. Старший сын Достан Мусталиев окончил Киргизско-Российский славянский университет, получил еще одно образование в Польше. К сожалению, в конце августа 2019-го наследник погиб, попав в ДТП на своем мотоцикле. Второй ребенок, Рустам, женился в 2019-м, у пары родилась дочь, сделав Садыра Нургожоевича дедушкой. Приемник Нур-Далот и дочь Жанаем учились в Турции, а затем в Центрально-Азиатском Американском университете. На воспитании у семейства также находится сын погибшего в автокатастрофе брата Жапарова Эркина, Ренат. Дети называли чиновника добросердечным и в то же время строгим отцом, способным наказать озорников. Личную жизнь самая известная пара республики на публичное обозрение старается не выставлять. В инстаграм-аккаунте Жапарова соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской. Можно увидеть лишь фото Садыра Нургожоевича с общественных мероприятий.